В этом событии на Украине, с одной стороны, кажется, что вступили в противоречие с интересами этого олигархата, поскольку многие из них потеряли свои активы за рубежом, теперь они не рукопожатны в респектабельном западном мире. Но это вынужденная мера, на которую пошел российский капитал, российское государство в интересах российского капитала, потому что речь идет о том, что Россия все в большей степени теряет место полупериферии на постсоветском пространстве, теряет сферу влияния, теряет зависимые от России страны, с которыми она находится в отношениях неэквивалентного обмена. И Украину в слишком большой значимый кусок, чтобы просто так ей дать войти, откатиться на Запад и потерять ее в качестве рынка сбыта, источника ресурсов. Поэтому событие на Украине сейчас это отчаянная попытка российского государства сохранить Украину в сфере своего влияния. Что это значит? Значит, рынок сбыта на 45 миллионов человек, это рабочая сила, которая активно приходит из Украины, а в России сейчас является острый дефицит рабочей силы на фоне ковида и вообще всех противоречий современной экономике. Плюс ко всему, Украина, хоть и прошла период индустриализации, во многих отраслях она еще очень привлекательна для российских капиталистов. Это возможность переделить украинские металлургические компании, сельское хозяйство. Ну и плюс ко всему, не надо забывать, конечно, геополитический фактор. Не только все экономики сводится. Действительно, если Украина попала бы в зону влияния НАТО и Европейского Союза, и там бы появились какие-то силы противоракетной обороны, это подрывало бы силу российских вооруженных сил, ядерного щита, и тем самым тоже, на самом деле, оказало бы негативное влияние на силу российского капитала. Потому что он зиждается в том числе на силе российского оружия. Как американский капитал стоит со своими обеими ногами одной на силе американского доллара, другой на военно-морском флоте Соединенных Штатов. А вот расскажите, почему?